Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Смогу понять, я себя накручиваю или действительно то, что происходит сейчас в отношениях, ненормально. С парнем встречаемся 8 месяцев, познакомились на работе. У него это вторая работа, работа вообще без выходных. Когда только начинали общаться, все естественно было хорошо, несмотря на полную занятность. Приезжал к нему вечерами, общались бывало до утра. За все эти месяцы никуда толком не ходили. Один раз в кафе, пару раз в кино. В основном видимся на работе, два-два иногда к нему приезжаю. Но вот уже несколько месяцев замечаю, что он стал вести себя по-другому. Нет того интереса и желания видеться вне работы. Стал срываться на мне по мелочи, а может крикнуть, голос повысить. Потом подходит и извиняется. Мне очень обидно в душе, но я ему раз за разом об этом не говорю. По нему, конечно, видно, что он очень встает и вымытался. Тем более, что работа с людьми. Поначалу терпелось, старался себе объяснить, что все это от усталости, выгорания. На последнее время мне все сложнее и сложнее это дается. Я чаще злюсь и не хочу разговаривать с ним. Приезжать сюда он намного реже, чем в начале отношений. Да и он особо не зовет. Сегодня мы договорились, что приедем к нему вечером. Он сам написал. В итоге я собралась перед выходом, написал ему, ждешь меня? На то он ответил, давай, не сегодня, я хочу выспаться. В начале отношений было видно желание провести со мной время. Сейчас мне уже начинает казаться, что он потерял интерес. Подскажите, пожалуйста, что я накручиваю себя. Не знаю, как себя вести, как реагировать. Потому что мне очень неприятно и обидно, часто от того, что не ходим никуда. Что не проявляет никакого внимания, что может крикнуть на меня. Он собирается так работать до Нового года. Стоит ли перестать или если все так плохо, то лучше не станет. Как человек, он мне нравится, я не хотела бы его терять. Но так тоже не могу постоянно. Что мы здесь видим в данной ситуации? Да? Мы видим с одной стороны определенное зажимание в себе своих чувств. Мы видим здесь почему-то запрет на выражение того, что вам не нравится, того, что вас не устраивает. То есть вот как-то так вот получается, что вы человеку, ну, не говорите о том, что вас беспокоит. Ну, не доносите вы до него, что вам что-то не нравится. Хотя, в общем и целом, как мне кажется, то, что вам, ну, что-то не нравится, да, то, что вам не нравится, например, его поведение, то, что вам не нравятся, например, какие-то его действия. Вот, а это, ну, в общем и целом, абсолютно нормально, то есть, ну, вот есть в данном случае конкретном, да, есть вот, ну, то, что вас не устраивает. И, ну, в общем-то, абсолютно нормально, что вы, что вам не приятно, что на вас кричат, кричат. И нормально было бы с помощью конструктивных форм коммуникации, да, человеку это донести. Вот, но вы почему-то этого не делаете, то есть, почему-то вам это сложно, это первое. На что вот хочется обратить ваше внимание. Вот. Второй момент, на который хочется, пожалуй, обратить ваше внимание, касается того, что вам обидно, что вы обижаетесь. Обида, чувство детское, ну, как бы, ну, в сути, в сути своей, да, вот, обида, чувство детское. И я бы сказал, что вы, ну, вот, по описанию, да, получается, так, что вы как будто бы регрессируете в это детское чувство, в это детское, скажем так, переживание, да, в это детское состояние. Типа, это, вот, ты виноват в том, что мне, ну, вот, там, что мне обидно, и что мне неприятно. Да, иными словами, как бы, вот, перекладывайте ответственность на человека за то, что вам будет неприятно, там, обидно, и так далее. При этом спросить, например, себя, так, а мне-то, собственно говоря, из-за чего обидно, мне-то, собственно говоря, что неприятно конкретно, да. Вот, вы как-то, вот, здесь не удосуживаете, то есть вы достаточно быстро перекладываете ответственность на другого человека за то, что неприятно вам. То есть, опять же, да, ну, как бы, не нравится вам, условно говоря, поведение человека, да, не нравится, что вы, там, ну, не ходите никуда, к примеру, вот. Ну, опять же, это нормально, если вам не хватает от него внимания, ну, вы, соответственно, как бы, просто отдаляйтесь от него, и, собственно, общайтесь с другими мужчинами. Тем более, что вы, ну, вот, как я понял, да, вы в этом смысле ничего друг другу-то вроде как еще не должны. То есть, в этом смысле вы не, ну, не пара, как я понял, вот. То есть, да, вы, вот, восемь месяцев вы встречаетесь, да, но, как бы, это не выглядит, вот, ну, в данном случае это не выглядит, как, вот, знаете, что-то такое прямо серьезное, по крайней мере, вот, ну, там, с его, например, стороны, да, и так далее, вот. То есть, это выглядит больше как вот такое, ну, времяпровождение, условно говоря. И вы не отдаляетесь, да, от него, а вы требуете что-то от него, вот. Вы ждете что-то от него, вы надеетесь на что-то, ну, при том, что человек живет, как бы, в определенной парадигме, да, скажем так, так, в определенной реальности, скажем так, и, как бы, не собираются ничего особо менять сейчас. То есть, ну, да, он на вас срывается, кричит, он об этом изменяется, но, как бы, опять же, да, проблему в этом не видеть. И вы здесь вроде как жертва, вот, но почему вы жертва, потому что вы выбираете этого человека, несмотря ни на что вы говорите, он мне нравится, вот, я не хочу его терять. Но, ведь, вообще не очевидно, в данном случае, что симпатии, как бы, ваши, вот то, что вам нравится, ну, недостаточно. То есть, вы чувствуете, что, как бы, ну, что этого мало, вот, вы, прям-таки, это ощущаете, вот, ну, недостаточно вам, как бы. И, соответственно, продолжайте, на что-то надеяться, вот. Ну, на мой взгляд, это очень важный момент. Другой важный момент, что такая ситуация, она, как бы, как-бы, как будто бы скрывает некоторые ваши, может быть, трудности. Да? То есть, это, эта ситуация, она, как будто бы показывает вам, какая вы. То есть, вас это задевает, вам это причиняет боль. Это не просто история про то, что для меня такие отношения неприемлемы, и все. Вот. И, соответственно, ключевым моментом здесь является то, чтобы выделить, а с каким страхом, с какой вашей собственной проблематикой, с каким, вот, своим конфликтом, да, вы сталкиваетесь здесь. То, что вы сталкиваетесь, ну, вот, с каким-то конфликтом, и с какой-то ситуацией здесь, это совершенно очевидно. Вопрос только в том, что это за конфликт, что это за конфликт, что это за ситуация, что это за столкновение с собой, с чем вы сталкиваетесь в этот момент. Ну, например, вы можете сталкиваться с тем, что вы неинтересны, то есть, вы вот, условно говоря, как-то вот, там, ну, можете, например, думать, да, или предполагать, что, вот, ну, что-то, что-то со мной, там, гипотетически, не так, да? Вот. То есть, я могу быть неинтересным мужчинам, как бы говорите вы. И человек вам, вас так, вы сталкивает с этим, с тем, что вы, ну, вот, ему, ему перестаёте быть интересны, вот. И для вас эта ситуация драматична именно, вот, из-за этого. То есть, она драматична из-за того, что вы как-то вот изначально, да, допускаете факт того, что вы можете быть неинтересны, что вы себя обесцениваете. И ставите цель быть интересны, вот. И поведение человека, его отношения рассматриваете с этой позиции. А, как бы, интересно я ему ещё или нет? Понимаете, да? А, там же ведь могут, ну, могут быть и нюансы свои. Там же могут быть, могут быть какие-то трудности у самого человека. Там могут быть какие-то проблемы у самого человека. Но вы, борясь с тем, что вы неинтересны, пытаясь изо всех сил от этого, как-то, может быть, ну, убежать, да? Пытаясь, как-то, может быть, это от себя подвинуть, вот. Вы делаете это, как бы, ну, единственной, единственной целью, по сути, своей. Вот. И, конечно же, страдайте из-за этого, конечно же, нервничайте из-за этого, и, конечно же, вам больно. Ну, так, обратите внимание, что в основе-то данной проблематики лечит не то, что делает мужчина, а то, что вы как-то готовы достаточно легко допустить, что вы можете быть неинтересны. Может быть, вы, вот вы говорите, да, что не хотите его терять, а что именно вы не хотите терять? То есть, что именно это вы, ну, что именно вы можете потерять здесь, вот. Давайте постараемся на этот вопрос ответить, потому что это довольно важный элемент, как мне кажется. Что именно вы, ну, что именно вы, ну, не хотите терять, например, вот. Это очень важный, как мне кажется, аспект. Если вы, например, боитесь потерять, вот, что, ну, боитесь, боитесь потерять, потерять ощущение, да, что вы интересны, например. А вот, то, как бы, ну, это уже важен, ам, в данном случае трудность, в данном случае проблематика, ну, вот. Вот, и, соответственно, такой, такой вот аспект. Вот. Дальше. Основы, на которых вы выстраиваете отношения. То есть, вот, именно основы. На каких основаниях вы выстраиваете отношения. Вы вроде бы говорите, что общались с ним до утра. Изначально интерес был. Что произошло потом? Вот. То есть, как складывается, складывается-то ваше личностное общение. На его ли основе, на основе личностного общения, вы выстраиваете контакт с человеком? Вопрос. Вопрос. Важный вопрос. Как вы думаете? Мне кажется, что важный. Мне так кажется. Вот. Ну, надеюсь. Я надеюсь. Что и вам тоже так кажется. Надеюсь, что вы считаете, что это важный аспект. Важный момент. На который нужно обратить вам свое внимание. Понимаете? Понимаете, да? Если вы выстраиваете отношения на основах личностных. Все эти проблемы не проблеми. Вот. Понимаете? Как раз так. Но если вы выстраиваете отношения не на этих основаниях. Туда, конечно, будут вот трудности определенного рода. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому вот такой момент, я думаю. На этом я бы и хотел сфокусировать ваше внимание, в первую очередь. Понимаете, да? Вот. В принципе, то, что можно было бы вам сейчас ответить. Вы действительно себя накручиваете. Но накручиваете не в том смысле, что в ваших отношениях ничего не происходит. Происходит. Вы накручиваете себя в том смысле, что в ваших страхахах, вот, а именно, быть неинтересны, дают о себе знать. Влияют на ваше поведение. Достаточно сильно влияют на ваше поведение. И в этом смысле вы действительно себя накручиваете. То есть, есть некий такой, ну, постоянно присутствующий страх. А быть неинтересны, да? Вот. И, соответственно, подбирается человек, который должен вам типа, типа, подтвердить, что вы интересны. Вот. Какое-то время человек это подтверждает вам. Потом он перестает это подтверждать, ну, потому что, как бы, это нельзя делать вот, так скажем, на постоянной основе, да? Оно постоянно что-то делать, ну, невозможно. Вот. И все. И вам становится плохо. То есть, на мой взгляд, проблематика здесь заключается, в первую очередь, в том, что за человека вы выбираете для отношений. Какого человека вы выбираете себе для отношений. Вот. Понимаете? Да. Что это за человек, которого вы выбираете для отношений с собой? И действительно ли вам хочется сделать что-то для него? Вот. Может быть, то, что вам хочется, это получать что-то для себя? Вот. Это нормально, но получать что-то для себя лучше всего от нескольких людей. Или самостоятельно реализовывать. Как бы. Да? Вот, ну. То, что вам нужно. Ну, и, конечно же, работать с комплексом. И с решением конфликтных ситуаций. Вот. Потому что, в данном случае, мы можем говорить о чем? Что вы в конфликтных ситуациях обижаетесь. Вот. Это деструктивно-манипулятивная реакция. Вот. Это именно что деструктивная, именно что манипулятивная реакция. Которая подменяет чувства и, в общем-то, эмоции и искажает поведение. Связана она с тем, что я уже сказал. То есть, с перекладыванием ответственности с одной стороны. С другой стороны, связана она с тем, что у вас есть определенные ожидания. От человека. Ожидания от человека у вас могут быть нереалистичными. Вот. Ну, условно говоря, быть оторванными от реальности. Потому что, например, мужчина сейчас работает наизнос. Да, вы ждете от него, что он будет к вам, я не знаю, внимательным. Да, он будет по отношению к вам спокойным и так далее. Конечно, бросается в глаза то, как вы реагируете на крик. То есть, очевидно, что крик может выступать неким триггером в данном случае. Вот. То есть, очевидно, что крик может вводить вас, вводить вас в определенное состояние. Вот. Так вот еще можно сказать. И в этом случае, или в этом мысле, да, если крик вводит вас в определенное состояние, нужно разбирать именно это. Потому что в данном случае вы, опять же, на мой взгляд, реагируете из детского состояния. Вот. Это может быть проблемой. И обратите внимание на то, что вы не говорите человеку о том, что вам что-то не нравится. Вы молчите. Вот. Вот это точно такой... Ну, достаточно... Достаточно важный момент. Вот. Что вы, вот, свои чувства подавляете несколько. Вот. У этого есть свои, как бы, причины. Ну, свои основания. Вот. Ваша задача с этим разобраться. И когда это будет сделано, вы сможете увидеть то, что для вас на самом деле значит человек. Вот. Я не знаю, но велика вероятность того, что его значимость для вас несколько поубавится. И вы сможете на него, условно говоря, да, смотреть, ну, вот, немножечко по-другому. Вот. 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 Вот как-то так. Я бы ответил на ваш вопрос. Вот. То есть, ваш вопрос, это, с этой точки зрения, такой вот запрос на психотерапию. Вот. Это запрос на, что называется, ну, на индивидуальную работу с собой. Это запрос у вас. Вот. Момент в том, что я не знаю, готовы ли вы к этому и хотите ли вы этого. Вот этого я не знаю. Но то, что данная проблема не решится, а вот, ну, вот, таким, ну, вот, если можно так выразиться, да, простым ответом, да, решится именно вот такой, ну, последовательной работой. Это факт, совершенно очевидный. Поэтому я бы рассматривал данный эпизод в вашей жизни, вот, как возможность начать что-то в себе менять. Как возможность меняться. И улучшать качество своей жизни, да, улучшать качество своей жизни. Вне всякого сомнения, как бы работа приведет к тому, что вы будете жить лучше. Не факт, что вы будете жить с этим человеком. Вот. Совершенно не факт, абсолютно не факт, что вы будете жить с этим человеком. Вот. Но абсолютный факт, что качество вашей жизни, вот, действительно улучшится. Ну, зависит как бы это вот, вот, эм, в известной, эм, ну, в известной степени, да, это зависит от вас. То есть, ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ну, желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратный ответ нужна, в первую очередь, вам, для формирования базовых постулатов для психотерапии.